Всем доброе-при доброе утро! Я сейчас буду завтракать. Приготовила себе какой-то овся на блин. Что это за блин? Не знаю, он такой громадный мне показался. Смотрите, овся на блин. Сейчас добавлю. Вот такой у меня есть сироп агавы. Что такое у меня завтрак? Чарли, по-моему, наверх ушел. Я что-то его свищу. Как всегда машинка стирается. Точнее то, что в машинке. Машинка-то стоит на месте. И пойду. В банк надо, как всегда, сходить. Ну и заодно, раз уж выйду по магазинам прошвырнуться, так посмотреть. Не то, что покупать что-то буду, естественно. Может, что-нибудь их прихвачу за хорошую цену, но почему бы и нет. Так что вот такие у нас планы на утро. Что за блин такой? даже не блин, это блинище какой-то. Вышли с Чарли погулять. Я с собой взяла только пакетик и ключи. Больше ничего. Опять останешься там. Так, а я вот сегодня в шортиках беленьких и вот такая распашонка желтенькая. Кстати, мне очень нравится желтый цвет. Мне вообще нравятся, знаете, яркие цвета. У меня есть одежда, черная юбка, две черных майки, но я их практически не ношу. Точнее ношу, когда уже, знаете, осень. Но я вообще не люблю черную одежду. Я люблю все цветное, яркие цвета. Все такое разноцветное. Так, мы сейчас туда в парк свой ходим, погуляем быстренько. Здесь обувь такая блестючая. Погуляем, сходим в парк и потом побегу в банк. Бегом надо бежать было еще. Еще вчера надо было в него бежать бегом. И что еще? Ну все, по магазинам. Еще нужно в аптеку зайти. Походу будем вспоминать. На обед я сегодня буду кое-что готовить. Легкое и быстрое, но очень полезное. Так что оставайтесь на связи. Подписывайтесь на канал. Дружненько, дружненько. Мне будет очень приятно. Пишем комментарии. За комментарии всем большое спасибо. Очень нравится с вами общаться. Обычно я это делаю ночью. Ну, вечером уже. Когда в кроватке лежу. А пока вот так. У нас сегодня замечательный день и не так жарко. Я уже домой пришла. Мне выходить вообще нельзя. На улицу, в магазины. Это вообще для меня противозаконно. Должно мне штраф приписывать. Ну, смотрите. Это называется «Готовь с Аней летом». Да, да, да. Зашла Войша. Войша или как там его называть хотите. И взяла черешни. Нет, черешню я взяла в фруктовом магазине. У марокканцев зашли. Да, Чарли, что ты? Ну, залезь, залезь. Зай, понюхай. Давай, давай. О, понюхай. Все? Понюхал? Молодец. А вот. Взяла черешни. Это я взяла в марокканском магазине. По 4 евро. Знаете, а в другом он более как бутик, что ли, фруктовый. Там по 7 евро. Представляете, черешни. Буквально в 100 метрах. Черешня уже отходит, поэтому она, наверное, будет дорожать. Не такая хорошая. Ну, чего? Ты соскучился? Так что... А, еще взяла мужу персики. Мне они не нравятся. Ему нравятся. Как-то странно. И то не все, знаете. Можно понаоткусывать и... И потом это... Компот. Еще, вы знаете, я почти уже 2 года не болею. Я не считаю там небольшой простуды, которая у меня была благодаря вот этим витаминам. Это никакой рекламы не подумайте. У меня еще слишком маленький канал, чтобы делать какие-то рекламы. Хи-хи-хи. В общем, пью каждые 3 месяца вот такие витамины. Они там... В этих... В таких пакетиках их кладешь под язык и рассасываешь. Я их открыла уже года 3 назад. И вот эти... С тех пор, как я их пью каждые 3 месяца. Ту-ту-ту-ту-ту я не болею. И вот мне опять пришло время пить. Пью даже летом. Вы знаете, летом, наоборот, еще больше болеешь от кондиционеров, вентиляторов, от холодной воды. У меня проблема с ангиной. Постоянно ангина раньше была. Сейчас тут вот... Не знаю. Благодаря витаминам, этим или другим. Так внимательно слушать, что офигеваю. В общем, рекомендую. Я и всем подругам сказала. Ну, конечно, это... Пить надо не когда уже болеешь. А вот... Ну, когда болеешь тоже. Но когда болеешь, уже надо проболеть. Ну, в общем, вы меня поняли. Буду пить. И они на 2 недели по одному вот этому порошку. У их, видите, 14 штук. Так. Ну и... Так. Начинаем. Больше-то я же тоже купила. Во-первых... Ой, а что это? А! А что я большие носки? Много-много не взяла носков? Нет. Носки вот такие взяла, короткие. Я почему-то думала, что я другие взяла. Ой, у них тут скидка была. Вон, смотрите, сколько. Хе-хе-хе! Всяко разные. Вот сколько. Стоили 8 евро. Купила за 3. На, понюхай. Короткие носочки. Вот такой бюстгальтер. Милый-милый мой бюстгальтер. Он, конечно, бесформенный, но он для дома. Многие говорят, что нужно без люфчика ходить дома. Нет. Грудь нужно всегда поддерживать. Потому что, как это у нас закон-то, что обвисание. Закон обвисания. Все тянется к земле. И птички тоже. Поэтому их нужно всегда поддерживать. Чтобы они совсем уж не обвисли. Тем более, возраст-то не 18 лет. Кверху уже ничего там не стоит. Как говорится, не поднимается. Только все к низу. Щеки, я имею в виду. Тити. И все такое. Поэтому их нужно поддерживать. Я не люблю ходить без нижнего белья. Ни дома, нигде вообще не люблю ходить. И я всегда ношу. И вот, чтобы дома тебе ничего не жало. Вот такой вот купила. Надо его сейчас простирнуть. Вроде бы будет удобно. Ну, и пижама. Это я вам сейчас надену и покажу. Пижаму я, вернее, сама это собрала. Пижаму сейчас расскажу. В общем, вот так это выглядит. Это такой вот, не знаю, халат, не халат, кофта. Она такая мягкая, что я просто обалдеваю. Вообще, такая плюшевая, такая классная. Вот, стоила она. Представляете, сколько? Нет, это не то. Это тоже не то. Вот. 40 евро. Я купила за 10. Представляете, размер S. Если бы это было L, то я бы не знаю, что это за L такая. Что можно утонуть в ней. Он этот-то большой. Там у меня запах какая-то цепка. Надо ее спрятать. Вот, все, нету. Вот. И штаны. Вот такие. Они тоже мягкие, такие мягенькие, мягенькие. И очень сильно тянутся. Это М-ка. Ну, это я не знаю. 7 евро тоже. Видите, стоило 23, стало 7. Ну, если бы я взяла L-ку, то я бы, наверное, вся утонула в них. Они и так, гляньте. Ну, такие тянущие. Домашняя одежда и должна быть. Я раздеваюсь потихонечку. Мягкая, тянущаяся и нигде не должна жать. Правильно? Чтобы совсем не это удобно было. В общем, вот такие вот у меня покупки. Буду раздеваться не то. Я упреюся. Да. Значит, что я готовлю. Я готовлю чечевичный суп. Помыла чечевицу уже вот. Здесь у меня целая морковка, целая луковица и немного перца. Я не люблю вареную морковку, не люблю вареный лук. Поэтому я их варю почти целыми. Вот такими. Когда они сварятся, я их выну и блендером перемолю. Чтобы вообще незаметно пюре такое. И обратно в суп. Но сначала нужно отварить овощи. Потом, когда будет вариться чечевица там, в этом бульоне, я буду перемолю все эти овощи. И за 5 минут до готовности чорису. Сладкий. Ой, ну, то есть не горький. Сладкий, то есть не горький. Горький, да. Ну да, горький. Есть такая она горькая. Не горькая, как же она называется. Ну ладно, не важно. За 5 минут до готовности чорису. Это вот такая колбаска с добавлением пиментона. Пиментон это паприка. Сладкая паприка. Вот. Очень вкусная колбаска, кстати. Чарли тоже оценил. Я там посуду мыла. Я так посуду мою, что у меня все летит. На. Только немного. Там специи. Специи собакам нельзя. Так, убираем мощность. И пусть овощи варятся. Кстати, я уже перестирываю свою пижаму. Нафиг такая спешка. Все равно все это пойдет под кровать. То есть в кровать. До зимы. Блин, надо чудеса уже это. А то всю сожру. Я же такая лимонад сейчас тебе сделаю. Угу. Из лимона. Ну, естественно, лимонад из лимона. Вкуснятина пить хочу. А воду не люблю пить. Серьги надо снять. А то Сваровских готовить не очень. Не бриллианты, конечно. Но что есть, то есть. Кстати, муж дарил. Выбирала я. Оплачивала, правда, тоже я. Он мне просто потом, как в кредит, он мне выдал их. Потом мне выплачивал под них в ножку. Но они, правда, не супер какие-то там дорогие. Но все же. Вот, а то потом будет все заляплено. Этот суп не должен быть заляпленный. Это все должно быть чистенько. Вот так. Я уже высыпала чечевицу. Сделала пюре из овощей. И добавляем обратно. Все. И все. Соль, специи по вкусу. И через 20 минут будет готово. Чечевица варится очень быстро. За 20 минут она скатывается. И овощи здесь все целенькие. И лук мой ненавистный, который не будет чувствоваться. А за 5-10 минут добавлю чурицу. Колбаску. И обед готов. Такая дурочка. Я вспомнила слово. Не горькая, а острая. Колбаска бывает острая. Горькая, я думаю, вот что-то не то. Кстати, положила я уже чурица. Вот она уже, видите, она подкопченная. Откопченная. Отдала свой цвет, вкус, запах. И можно уже, в принципе, готово. Суп. Чем-то на гороховое напоминает. Сейчас еще последняя проба. Да. Я не люблю такой, значит, чтобы разваристая, как каша была. Кстати, добавила одну картошку. Забыла, потому что мне уже нравится с картошкой. Еще бы, знаете, что-то дальше. Шпинат. Забыла бы вообще зашибись. Я, кстати, сегодня за шпинатом и ходила. Ну, забыла про него. Вкуснятина. Смотрите, какой вкусный. Смотрите, какой вкусный. Видите, какой вкусный. Все. Выключаю и пусть постоит минут десять. И готово. Ваши, Вячеслав, Эр, тоже с удовольствием. И сегодня все специально для нады. Я прихожу им потом сказать еще раз. Хом, приходи, когда мы закончим смотреть. Когда я сама посмотришь. И честно. И кто бы это не стала сменить, если бы ударил во время гневом и веревности. На самом деле. Я не очень люблю театр телевизи. Когда я сегодня утром сказала, что сегодня не жарко, я, по-моему, погорячилась. Жара несуспестна. Дома даже лежало и жарко. Была мысль включить вентилятор. Но потом нормально стало. Хотя это ночью, ее под простынкой даже немного замерзло, знаете. Накрываться одной простынкой как-то прохладно. Море спокойно сегодня. Я смотрела сториз там моих родственников. Они там на пляже. И, в общем, море нормально. Ну, чай ляки. Подождем немного, чтобы оно нагрелось. Может быть, завтра уже и поеду на море. Хочется купаться. Блин, вот в последний день, когда было такое классное море, было. У нас ферия начинается в следующей неделе. Сначала дневная. Ферия – это когда... Это когда все пьют и гуляют. Наряжаются в платье фламенко. И, в общем, праздник такой. Типа недели города. Ты что, боишься, что ли? Пошли. А потом будет ферия ночная, где поставят разные качели, карусели для детей. Она уже находится за чертой города. Там тоже есть дискотеки. И туда-то мы и пойдем на концерт. Это будет 15-го числа. А пока дневная. Ну, вы посмотрите на этот цирк. Вот так вот сядет и сидит. О, бежит, бежит. Что у него за манера такая? Странная. В общем, скоро праздники нагрянут. Я, правда, не уточнила. Дневная, по-моему, вот тут будет. Смотрите, как у нас тут мост какой красивый, стеклянный. Это площадь Экспланада. Дорога над дорогой. Дорога над дорогой. Этой дороге я езжу с работы. И там, вдалеке, море. На пляж, который я езжу. Туда. Три-четыре километра, по-моему. Или шесть. Не уж точно не знаю. Не, шесть точно нет. Три или четыре. Туда не пойдем. Пойдем мы в парк. Парк у нас вон там остается. Я эти все гуляния и праздники не люблю. А испанцы, они любители погулять. Это даже для молодежи, знаете. Такую жару днем выдержать. Столпотворение. И всем пить. Танцевать. Это надо иметь, как здесь говорят, агетэнерганас. То есть иметь желание. Потому что без желания можно сдохнуть от жары. Вот наш парк. Мы его сейчас вот так обойдем. Он может сейчас на травке лечь, полежать. Вот, видали? Вот, пожалуйста. И все. Я пойду, а он будет лежать. Бамо! Биньго, бамо! Вот так вот. Своими причудами. Ну, лежит. Вообще. Я сразу, знаете, первые разы, когда он такой мне выделывал, возвращалась за ним, брала на руки. Вот, смотрите, видите, я уже ушла, а он все лежит. Потом я плюнула. Ну, если, конечно, нет никаких машин, никаких собак. Уходила подальше, или делала вот так. Делаю вид, что убегаю, и он за мной догоняет меня. Вообще прикол, да? У вас такое бывает с собаками, а? Что собаки вами манипулируют. Это вообще пипец какой-то. Не вы собака, а собака вас дрессирует. Да, у меня вот такая собака. Странная со странными. Он каждый раз что-нибудь придумывает новое. Такие вот у нас прогулочки. И праздники на носу. Да, кстати, нет, это праздник не 15-го. Надо уточнить. 15-го августа я знаю, что это праздник, и мы не работаем. Точнее, я. Моя любимая песня. Я совсем забыла с вами попрощаться. И забыла, что мне нужно монтировать. И что нужно загружать. И вообще, я все забыла. Так что, всего вам самого лучшего. Встретимся с вами завтра. И всем пока-пока. Скажи всем пока-пока. Скажи всем пока-пока. Пока-пока.